Поиски национальной идеи обычно активизируются тогда, когда наступают трудные времена. Когда надо людей убедить, что надо терпеть, надо преодолевать какие-то трудности, но при этом продолжать жить в стране, привязать людей. И в принципе, сегодня это такая, как мне кажется, спекуляция. Спекуляция властей, которые хотят сделать простую цепочку, что страна — это власть, власть — это конкретный человек, неважно, Путин или кто-то другой. И что граждане должны быть послушны власти этому человеку. И, собственно говоря, главная национальная идея, которую нам хотят говорить, что тот, кто сегодня занимает позицию президента, наш начальник от Бога. То есть ему надо верить, его надо любить и, собственно говоря, не задавать лишних вопросов. Ну вот я предлагаю национальную идею в виде русской зимы. То есть, во-первых, это очень патриотично, потому что русская зима защищала нас дважды. Это во время Наполеоновского нашествия и во время Второй мировой Отечественной войны. То есть против французов, против немцев. Во-вторых, русская зима — то, чего у нас много и то, что у нас уникально. Мы можем приглашать весь мир, там, Южную Европу, в которой не видела снега, посмотреть на зиму, организовать из этого некий такой большой туристический поток, как бы русская зима. Ну и, собственно говоря, тогда мы попытаемся вот некую проблему климата, все ругают, сделать, как бы поменять минус на плюс. То есть не жаловаться, что у нас холодно, а наоборот, говорить о том, что вот мы такая особая страна, в которой живет зима, уникальная. Ну, в принципе, я просто это привел в пример, для того, чтобы сказать, что, в принципе, поиск национальной идеи — вещь достаточно абсурдная, в то время, когда, ну, люди очень разные. Во всем мире сейчас, как бы, существует, как бы, несколько тенденций. Одна из них, как бы, глобальная. То есть люди, живущие в 21 веке, то у них скорее идут, их больше интересуют там такие проблемы, как продление жизни человека. И эта проблема, она, может быть, касается одинаково русских, нерусских. Вот. Так что, при том, что она может появиться, я, в общем-то, отношусь ко всем призывам искать новую национальную идею с большим подозрением.